Здравствуйте! Я Татьяна, и вы на моем канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Сегодня я расскажу вам о начале процесса, который я назвала «Рыба моя». Вру! Но мой добрый зритель предложил связать изделие «Рыба моя». Дело было после того, как мы распаковали посылку, где была вот такая брошка. Леночка Орлов, спасибо тебе огромное за такую красоту, которая просто слепит глаза. За твою щедрость, теплоту и человечность. У меня такое впечатление, что вот этот чудесный хлопок словно только и ждал этой рыбки. И название, предложенное зрителем «Рыба моя». То, что это будет тельняшка, и то, что я обязательно буду использовать красный цвет, решено давно. Но не приступалось и не приступалось. То ли зима, то ли еще что-то. Но знаете, когда все сложилось, и я решила, пора начать, меня даже зима не остановила. У нас такая метель за окном, и это стимулирует меня на контрасте представить лето и... На-на-на, так, пряжа. Шикарный органический хлопок, 100% 50 грамм, 90 метров. Цвет 13-й, это синенький. И седьмой цвет белый. Рекомендуемые спицы 5-5,5, и я взяла пятерку. Резиночку вязала на четверке. Вот такой толстенький, где прям видно ниточка к ниточке. Скруточка хорошо заметна. Мягкий. Чудо, я могу любоваться на него вечно. И вот синенький, темно-синий, тоже такой же. Обзора на эту пряжу не было. Я сейчас покажу, из каких маленьких ниточек состоит. Не маленьких, а тоненьких. Их вот здесь, видимо-невидимо. Девять, что ли, я насчитала. Вот такие тоненькие ниточки соединяются в одном. Ну, а красная пряжа, это Naco Fiore. Я ее использую две ниточки. Может, я не попадаю прямо в точный метраж, но меня вполне устраивает одна ниточка такого хлопка и две ниточки Naco Fiore. Хлопок, лен, вискоза в составе. Натуральненькая, прям такая натуральненькая тельняшка получается. Белого цвета у меня 9 мотков. Синего цвета 5 мотков. Вот отсюда я и плясала. Дело в том, что у тельняшки такая благодать в плане вариации, что вот просто, ну, слов нет. Расположение цвета, да, к лицу. Кто-то белое, кто-то синее. Начнем даже с этого. Ширина полосок, расположение полосок. Какие-то добавки. Кто-то хочет вывязать якорь, кто-то чайку. То есть вот такие вот рисунки, как это называется, цинтарсия, я честно говорю. Или, может быть, вышивку по петлям отдельно кто-то сделает, да. Кто-то захочет вывязать кармашек. Причем как внутренний. Девочки мне писали, что хорошо будет смотреться кармашек красным цветом внутри. Но хлопчик толстенький. И тем более, если кармашек, мне кажется, он как бы будет исключать, что ли, рыбоньку. А мне хочется ее. И не только ее. Сюда очень много брошей подойдет. Конечно, кармашек может быть накладной. Кармашков может быть несколько. А мои любимые пуговички, да. Я не буду использовать пуговички. Нет-нет. Просто вот в кадр как-то, знаете, сами по себе сегодня вошли пуговки. Можно ворот пола, да, связать. И тельняшка это спокойно примет. Можно, как я люблю, на спине пуговички пришить. Можно по плечу. В общем, вариаций на тему очень много. Я уже молчу о самих, как это сказать, моделях. Это же ведь регланда, реглан погон, типа наволочки кто-то свяжет. Здесь тоже вот очень-очень много вариантов. А лицо или изнанка, я вам сейчас покажу, какая красивая изнанка у этого полотна. Я вообще не любитель изнаночных сторон. Но вот здесь, мне кажется, то самое исключение из правил. Я буду носить на лицевой, но она вполне может быть двухсторонней. Или вот кому нравится изнаночка. Вот здесь я прям сказала бы, что мне очень нравится изнаночная сторона. Пожалуйста. Ну а теперь непосредственно к моей будущей тельняшечке. Кстати, вот эта вот многовариативность как раз и заставила меня немножечко подумать и покумекать. Потому что мне нравятся очень-очень многие варианты. И вот остановиться на одном, наверное, было самой сложной задачей. Новенькие, которые еще не успели упасть от моего рисунка. Предупреждаю, рисую я, да, вот так. Но вы знаете, у меня все больше и больше, а мои рисунки совпадают с конечным результатом. Так это, например, было с очаровательным рисунком рванинки. Ну, прям практически это и связало. Вы знаете, это прям достижение. Потому что я начинаю одно, заканчиваю другое. Что касается рыбы моей. И я знала, что все-таки хочу к лицу именно черный цвет. Это типа кокетка. Она, конечно, на самом деле чуть больше, но я вот так рисовала. И несмотря на то, что моточков синих меньше, я хочу к лицу, значит, синий все тут. Потому что где к лицу беленькое, у меня уже есть моя тельняшка-кельмяшка. Вот, а теперь я хочу синенькое. Ну, к беленькому хорошо загорелое тело в основном, да. А к синенькому подойдет, в общем-то, и моль бледная тоже подойдет. В общем, когда еще загорю, а можно уже будет даже началь сезон такого отпускного его носить, щеголять. И осталось только распределить этот синий цвет, потому что за белый я совершенно не переживаю, по всей территории. И я знаю, что будет кое-где красненький у меня стучаться. Я все-таки белый пустила чуть побольше полоску. Сейчас мелькало, но мы сейчас еще раз посмотрим. Синий, чуть поменьше полоску. И тем не менее, тем не менее, когда у меня на кокетку ушло два мотка и даже третий я затронула, я стала мальца переживать, хватит ли мне на полоски вкруговую. Но переживать долго я не люблю, недолго тоже. И поэтому решила, перебрала очень много вариантов. Один, который мне показался удачным, что я начну прям где синее с белым как бы равняются, прям одинаковое количество. Потом белый как бы набирает обороты. То есть, если я прямо сначала синенькая, столько же беленького, синенького, столько же беленького. Потом, понятно, что не хватает пряж, но мы об этом не расскажем, как будто художник задумал. Беленького побольше, синенькая пока столько же, пошире беленькая полоска. Потом, ну как мне нарисовать? Потом белый еще больше, шире, а синенькая вообще, если было бы, допустим, здесь четыре, дочка, остается два. Если было два, остается четыре. То есть, прям еле-еле-еле уступает место. И в конце концов все белое. Вот так я собиралась, чтобы синий потихонечку сдает позиции. Тогда мы вяжем по кругу. Но, вы знаете, засыпаюсь с одной идеей, просыпаюсь с другой, а теперь думаю, Татьяна, но кто тебе сказал, что тебе нужно вязать вот именно не по кругу, значит, кокетка связана? Это обычная вот модель, надо было на все это начать. Это обычная модель, которую я вязала в последнее время мульон, начиная с малинового вина, когда на плечах прибавляю до нужной ширины, потом небо в алмазах, вот недавняя рванинка, которую я уже сказала, тоже из этой же серии. Вот все, нравится, мне это очень нравится. Так вот там кокетка вяжется по кругу, потом на пройму, кому 20 см, кому 22 см, а мне вот 22-25 см. Хорошо, потом все замыкается и опять по кругу. Думаю, а зачем мне замыкать? Дай-ка я буду все вязать до конца, не замыкая, только кокетку по кругу. Пожалуйста. И тогда я на, как сказать, передней части выложу все, как мне надо. Скорее всего, мне надо, ну вот тот ритм петелек, ритм полосок, который я уже взяла. Если, конечно, завтра меня не перемкнет на что-то другое. Я ведь просыпаюсь уже с новой мыслью. Поэтому сколько успею связать до сна, столько и свяжу, приходит новый день. Я или остаюсь на этой же мысли, или иду куда-то уже в другую сторону. А спинку после синей кокетки можно взять полностью белой. Прекрасно. Я не буду переживать, вроде как хватает. Я сейчас уже начала, вот уже прям практически пройму скоро довяжу. И у меня вот третий моточек, что влился сюда, он как бы уходит. Ну пусть четвертый якобы идет на все полоски. И даже пятый можно задеть. Мне же надо совсем-совсем немножко. Но чтобы не думать, не дрожать, мне теперь уже идея с полностью белой спинкой и с кокеткой нравится лучше. Была еще какая идея. Там, где рукава полосатить, значит, синяя, это вообще незыблемо. Синяя кокетка, там, где вот эту часть, не круговую, скажем, полосатить, а как только перешла на не круговую часть, полностью оставить белый. Ну как это вот представить? Я второй вариант уж не нарисовала. Полностью оставить белый. Тоже ничего. Это на моем рисунке ничего, потому что кокетка здесь маленькая. На самом деле кокетка занимает очень много места. И получается как бы три блока. Синий, полосатый, белый. Нет, я сейчас их нарисую все-таки. Что уж я рисовать, что ли, не умею? О, какая красота! Самой нравится. И это, знаете, все красивенько, хорошо. Если бы не особенности моей фигур. Так понятно, что здесь синенько, да, что здесь синенько, что здесь синенько. Здесь полосатенько. И потом в круговую беленько. Тогда же синий цвет еще останется, за глаза останется. Очень важно в этом случае, чтобы, ну, скажем так, однотонная часть, да, и вот полоски у нас получается пришлепнуться к синему. Они занимали, допустим, одну треть. А две трети, однотонность, тогда меня это полнить не будет. Вот вы боитесь полосок, Татьяна? Я полоски не боюсь. Совершенно не боюсь. Полоски вот такого плана совершенно не полнят. И Лена мне, как умненькой девочке, положила к пряже. Это Лена Орлов мне тоже пряжу подарила. Вот это описание. Ну, мне же надо идти другим путем. Мне надо же голову поломать. А вдруг такое описание видят многие и свяжут. Хотя мне этот джемпер очень нравится. Я свяжу из белого, наверное, может быть, черного цвета. Не знаю. Ну, не рыба моя, понимаете? Не рыба моя. А это рыба моя. Нет, не эта рыба моя. Это я как вариант. Рыба-то моя вот тут. Мы от нее маленько отошли. Вот она, рыба моя. Сейчас вернемся. И, в общем-то, вот эти полоски, они не полнят. При определенном соотношении ширины темной полоски и светлой не полнят. И вот если бы у меня вот эта часть, она была визуально меньше, чем вся остальная часть, ну, допустим, две пятых, четыре пятых, там одна треть, две трети. Но у меня так не получится. При моей фигуре выползет вот эта часть, на рисунке-то красиво, она вниз уйдет. И получается, что вот эти колор-блоки, темные, светлые, полосатые, это ведь они у меня на рисунке такие. На самом деле они же более ярко выражены. Где мне она на чаташ-то мой? Вон уже сколько заняло. Так, никто не видел, никто не видел. Вон уже только занял синенький, да? И это будет отрезок. А потом пойдет чисто белый отрезок внизу. Идея шикарная. Если вы худенькая, тоненькая, звоненькая. Эта идея, вот это так вот подобные тельняшки, прелестная. Я же вот вяжу-вяжу, но я ведь еще не связала, куда у меня рука-то влезет. Здесь у меня еще нет 23-25 сантиметров. И я эту полосатость продолжу, и боюсь, что она займет вот как-то такое место. Две трети будет наверху, и только, допустим, одна третья, грубо говоря, внизу беленькой. На вешалке это будет прелесть. На мне это вот будет минус 10 сантиметров 20 визуально. Скоротышит меня все это. Поэтому вариант шикарный. Худеньким, да, стройненьким, лучше сказать, стройненьким. Пышечком нет. Но мы все представляем здесь красное, естественно. Кстати, про красный, так, ну что ж я тут-то буду рисовать, если моя модель, она вот эта. Остановилась я на этой модели. Да, будет шивная. Значит, как только заканчивается синий цвет, вы это уже видели, будет проходить красная полоса. Еще лучше рисунок стал, да? Вот. Дальше я хотела даже между, на стыке красных, да, краска красит, не боитесь ли. Здесь нужно было попробовать вот просто взять эту краску, это по-нормальному-то, вот, и положить на белый листик, хотя бы бумаги намочить. Вот. Но я не буду это делать, я буду просто, кстати, я не помню, красит эта пряжа или нет. Я же ведь куда пошла. Стирала эту джемперок-то красненький. Не помню. Правда, не помню. И джемперок я уже подарила. Ну, что будет, то и будет, я аккуратнее. А красит, если вдруг, я сделала вид, что так было, и все, кто свяжет потом такую тельняшку, будут специально размазывать этот красный цвет, чтобы было так, Тань, ты, по сути, а, по сути. Значит, красное я между беленькими уже не хочу, но, но, и я хочу еще красненьким кое-где, кое-где фрагментарненько, ой, что-то некрасиво как-то у меня получилось. Ну, это, понимаете, это рисунок, надо продумать, сантиметров по 10, по 5 внедрить. Как? А вот так, что у меня тут думать, просто так, что ли, стоит эта иголочка? Конечно, нет. Мой красивый рисунок всем понятен, да? Потом посмотрим, насколько я ушла от него, а вдруг получится второй раз так же связать, как и с рванью. Ведь я прямо сама так до себя не поверю. Итак, про внедрение красного цвета. Это в две нитки. Один рядочек, так же, мы отсюда вяжем, один рядочек лицевыми, и один рядочек изнаночный, чтобы он был вот такой вот рельефный. После стирки я не знаю, какой будет, но сейчас он выделяется. Мне это очень нравится. Никак не выбивается он по ширине. Все хорошо, все замечательно. Значит, спинка пока отдыхает. Здесь будет тоже красная полоска. И потом все будет белым. Чтобы я спокойно-спокойно не могу нервничать. Кто-то прям любит вот на последнем метре, да, финишировать. Я не могу. Мне надо знать, что с синенькой хватит, сколько нужно. И еще вот именно синенький. Кто-то, может быть, скажет, надо беленькие вот эти манжеты-то, да. Пожалуйста, я ж не против. Мне нужны синенькие манжеты. Сейчас я приложу беленькие. Я все прикладыванием и то, и то хорошо. Но мне лично гармонично синенькие. Мне кажется, я об этом уже сказала. Оставлять ли красный цвет где-то вот здесь еще вязать, да, и трепать как минимум два мотка, я в две нитки вяжу. Не хочу. Вдруг мне не понравится. Вот оно вроде красивое. Я не спорю, да. Оно вроде красивое. Прямо взять за правило между стыкой белой и красной, допустим, внедрять красную ниточку. Она ничего не портит. Но тем не менее, если я задумала красную некими элементами, она у меня будет некими элементами. Какими? Начиная с горловины, я проложу. Я сейчас не отрываю. Вот у меня хоть и булавка, ой, как это называется, иголка. Но тем не менее, казалось бы, оторвиты полметрика. Не хочу. Вот здесь у меня после резиночки два ряда изнаночных. И я хочу на шажок, может быть, в две петельки, может быть, это будет некрасиво. Это же надо все смотреть. Я проложу. Сейчас за штативом все будет, конечно, аккуратнее. Это как идея. Здесь вот такой вот красный, скорее всего, будет почаще. Девочки, это мы все еще посмотрим. Я проложу вот такой красненький шов. Хотела я на нем остановиться. Давайте представим, что он у меня по всей горловинке. Мы что, не представим? Конечно, представим. Вот, представили. И на этом будет все с горловиной, если она ляжет так по ширине, как мне хочется. У меня очень широкие горловины. Хорошо все вписывается. Рыба моя тоже одобрила это дело. Но если вдруг горловина расширится настолько, сколько мне многовато, мне не нравится, когда горловина получается меньше, чем я бы хотела, потому что как расширить ее, я не знаю. А когда горловина получается больше, чем я бы хотела, мне это нравится, потому что есть волшебный крючечек и есть волшебный клубочек. И как бабушка говорила, а ты крючечком, Танечка, крючечком. И тогда по самому краешку, я крючечком. Мне бы этого не хотелось, но тем не менее я это сделаю в одну нитку. Если я вяжу вот здесь вот в две нитки. Буду прокладывать стежочки на живулькинский такой, так называемый шов. Он точно будет в две нитки. То вот здесь крючечком я, естественно, пройду в одну ниточку. В одну, чтобы подтянуть немножечко горловину. Кто-то скажет, Таня, что красный-красный, мыл белые девочки. Вы не представляете, сколько я в закулисье примеряла и того, и того. Потому что, ну правильно, цвета-то вот. Ведь когда три цвета, да даже когда два цвета. Даже когда один цвет, самое главное, чтобы не было перебора. Согласны со мной? Вот это перье, оно не нужно. Поэтому, конечно, в теориях моих, так, красненькая ниточка, позвольте вас попросить. В теории, в теории, так как каждому теперь выползти, оно выползти очень просто. Можно. И я прикладывала, думаю, толстой ниточкой обвязывать мне горловину. А ниточка беленькая именно толстенькая. Хотя у меня я могу найти белую, тоненькую. Не проблема. И тогда как бы силочки-то вот эти, силки прокладывать на живульке. Я не знаю, как сказать, просились бы вот сюда. Кому-то это понравится, я ж не спорю. Вот. А горловинка, если вдруг, если вдруг, если она будет хорошим, мы ее не тронем. Хотя, знаете, не надо никогда зарекаться. Вдруг она будет хорошая, а мне захочет. Вот прям по краешку, по краешку. А я по краешку, по краешку приду к тебе. Так. Вот. Красиво? Да. Я не спорю. И здесь такие на живульке. Но ведь есть такое волшебное слово, как примерка, да? Когда я прикладываю к себе, вот этот вариант отторгается. Мы с рыбой моей все-таки на совещании как-никак. И я не знаю, как это объяснить. Свеженько, хорошо. Но, во всяком случае, на данный момент, на данный момент, я не знаю, как будет завтра. Хорошо, если зеленым что-нибудь тут не проложу. Какие-нибудь на живулькинские швы. За мной станется ведь. Может, она напишет мне в комментариях. Таня, зеленый не надо. Водоросль, водоросль. Вот. Я когда примеряю, вот этот вариант, он мой. Он мой. Хотя, может быть, чисто теоретически. С белым-то мне нравится больше. Я не могу это объяснить. Но примерки к лицу мне нравятся больше так. Дальше, девочки, чумовизм продолжается. Значит, про карман вы писали, я полностью согласна. Но давайте не забывать, что карман и рыбонька, они как бы не совсем совместимы в моем, понимаете, девочки, как перебор, в моем. Мы же вот для себя вяжем. Если кто-то может как-то разместить хорошо и рыбку, и кармашек, ну, я прямо брал брови с ним. И еще очень толстенький. Вот видите, толстенький. Поэтому я собираюсь носить с брошечками и самыми разными. Вот, но... Ой, как красивая. Но без кармашка. Я понимаю, что здесь чего-то еще хочется. Чего? Когда все будет связано, и если Таня не передумает, она возьмет волшебную иголочку с ниточкой. И в абсолютно хаотичном порядке, где зал... Я не знаю, девочки, где это будет, и будет ли это вообще. Сантиметров по 10 я буду изредка, часто здесь тоже перебора не надо, прокладывать некие красные штришочки. Я не знаю, посередине здесь все-таки два рядочка. У меня получается... Раз, два, три... Четыре рядочка беленьких. Почему четыре? Можно было шесть на два, тоже было бы красиво. И эти полоски не полнят. Но вот все-таки сбоку-то у меня будут прокладываться, видите, с одной стороны, с другой стороны, это все будет замечательно. А? А? Стопера, зацените. Вот, значит, с одной стороны все будет замечательно, а с другой стороны будет вот такая ерунда. Поэтому я уж в шесть, так сказать, рядочков делать не стала. Итак, я возьму иголочку и где-то, где-то проложу небольшие, сейчас все очень символично, такой же ширины, горловинка подскажет, как на горловинке будет, так и будет здесь. Причем, вы знаете, о чем сейчас подумала. Будь я чуть-чуть посмелее, понятно, что я буду заходить иголкой. Так, где иголку? Тоже потерять успел. Итак, иголкой-то я буду подходить, конечно, с изнаночной стороны. Это я уж сейчас просто, здесь все, моточки тянутся. И завершать на изнаночной стороне. Но почему бы не зайти с лица и не оставить с обеих сторон от этого вот... Это будет все пряменько. Это сейчас я как пьяный. Даже не знаю, кто сделал. Почему бы не оставить, да? Ну, надо продумать, конечно, длину-то. Так, сейчас я это все... Красивенько. Можно даже здесь узелочком завязать на конце. В общем, будь я чуть посмелее, девочки. Я просто смотрю, сейчас вот эти кончики оставляют. Сейчас модно все эти с кончиками. Вот. А почему бы здесь не оставить? Или с одной стороны, или с обеих сторон. Наверное, лучше с одной стороны, так понимаю. Знаете, где-то будет еще пониже с этой стороны то же самое. Как это здорово. В общем, когда я смелею, пока вот прям признаю, не готова. Но для молодежи и подростков это очень здорово. И для смелых девчонок. Я посмелею. Я не знаю, к 60 это будет, к 70 это будет. Но я себе вот буду вязать с кончиками наружу. Когда мода-то уже пройдет, самое время наступает для меня быть вне моды. Вот. И пусть там кто-нибудь шептает свой, какая модная женщина почтенная идет. А вот кончики спрятать забыла. Вязать, наверное, любит. А кончики прятать забывает. А я про себя подумаю. Ха-ха-ха. Глупыши. Вы и есть глупыши. Это писк. Писк муры. Я видела много тельняшек. Разных-разных. Какие-то к душе, какие-то нет. Но вот с такими вот штучками, да, художественными, я еще не видела тельняшек. Поэтому, возможно, просто не видела, они существуют. Не знаю. Но мне хочется что-то вот такого. Одним словом, я вам рассказала все, что хотела рассказать. Да, я не сказала количество петель. Пока мне все нравится. Все нравится. Но не прошло в АТО изделие. Хотя, конечно, в любом случае надо корректировать под себя. Я пока только общее скажу. 120 петель. На горловину я брала 120 петель. Четыре петельки уходят на одно плечо. Соответственно, четыре петельки на другое плечо. Здесь или в каждом ряду прибавлять по две здесь, по две здесь. Что в лицевом, что в изнаночном ряду прибавлять. Или, как я сейчас вот Оле Круновой научилась, да, прибавлять в лицевом ряду сразу четыре. Я и в рванинке это показывалась. А в изнаночном не прибавлять. Вот. И дальше, что касается углубления по спине, я брала две петельки, четыре петельки, шесть петелек. Вот такой вот получился треугольничек. Он меня вполне устраивает. В то время, когда я, заходя на спинку, брала два, четыре, шесть петелек, на передней части я брала всегда по две. Как вот резинка идет два на два. Вот я брала две, две, две. Дальше с другой стороны то же самое сделала. А потом еще пять раз я провязала, захватывая по две петельки. Это уже вот у меня росток. Получается в десять рядов. Так, да, пять раз поворотно. В десять рядов. Так, вот у меня какой росточек. Когда горловина огромная, а она у меня огромная, я не просто так говорю, подождите, когда я свяжу, и что я буду ее красненькой ниточкой, тоненьким крючечком, значит, подделывать, скорее всего. Ну, еще, понимаете, вот у себя в городе ходить, это одно, да. У морщика ходить другое, поэтому, ну, здесь все очень-очень, куда мы вяжем, кому мы вяжем, как мы любим носить. Так вот, получается, что по спинке два, четыре, шесть, мне было достаточно. А по, для углубления, здесь в это время два, два, две, две, две петельки я брала. Потом, когда я стала вязать непосредственно росток, так, если посчитать, придам в десять рядочек, в пять, я тоже продолжала забирать по две петельки. И у меня, конечно же, до конца, прям вот до серединки точнее, до серединки не дошло, я не захватила все петельки. Если вы хотите горловину более, ну, иной, более глубокой, росток побольше, здесь ритм захватывания петель надо менять. У меня они тронутыми остались, центральные, хотя кто-то любит прям до самого центра это делать. Пожалуйста, не по две петельки захватываю, а почаще, пореже, тоже, это мы уже как угодно. Сколько я делала прибавок по плечу, вот я никогда не считаю, я просто говорю, мне важно, вот у меня очень широкое полотно. Вот здесь вот у меня важно пройти 80 сантиметров. У меня прям что-то, так, сейчас я порядок наведу. Итак, сначала резинка, 120 петель, резинка 2х2, горловина очень широкая, пожалуйста, пересчитайте на свое. Потом два рядочка изнаночных. Потом, как я вам сказала, для углубления спины 2, 4, 6, можно побольше, но мне достаточно вот эту углубление. Еще раз говорю, горловина огромная. Когда горловина по шее, там совершенно другой калинкор. Вот, здесь три раза вместе со спинкой по две петли я брала и пять раз при вывязывании ростка. Дальше вяжем столько кокетки, сколько нам нужно. Я вязала прибавками на плечах до той поры, когда у меня по ширине не стало, мои любимые, 80 сантиметров. Теперь даже если хлопок подсядет, я скажу ему, ну и что, уж сильно он не подсядет, а я пройду. Просто буду с меньшей свободой облегания носить. Если не подсядет, это вообще хорошо. Это такая вот прям вот, ну вот рыба моя, широкенькая такая, хорошенькая. Дальше в две ниточки красная пряжа, один ряд лицевой. Если сразу изнаночный связать, он будет вот такой вот, кому нравится, пожалуйста, вот так вот он будет. Ой, какая красивая изнанка. Вот, и так я стараюсь не отвлекаться. Один ряд лицевой, один ряд изнаночный. И стала переходить на полоски. Ритм выбрала такой, чуть больше беленьких, еще бы больше выбрала. Вот если бы я выбрала еще больший беленький ряд и не побоялась вот этих протяжек... Так. Ой. Нет, это она взяла, да? А где протяжки-то у меня? Протяжки еще убежали. А, нет, вот они. Вот этих протяжек, то я бы, наверное, шесть на два сделала. Тоже неплохо. И можно было, не переживая я, что синей пряжи не хватит, да, как я это обычно делаю. На проймочку связать, потом соединить, конечно же, свинку довязать, соединить в круг и дальше идти. Можно с убавлением петель, я буду вязать без убавления петель. Вот, но я решила переднюю часть связать вот так. Первый раз, кстати, так буду вязать, сшивать по бокам. Ну и замечательно. Чисто белая у меня будет спинушка. Она, конечно, здесь тоже будет рядочек красный. А потом все, потом пойдет чисто белая. Это шикарно. В общем, я буду спереди морячка, сзади я буду белый парус. Вот, чисто беленькая. Внизу я еще не знаю, как будет, но как-то будет. И на рукавах совсем немножечко, прям совсем немножечко, будет обвязка. Она такая же прям небольшая, как и здесь, резинкой 2х2. И только, говорю, потому, так бы я прям оставила, ну прелесть, вот так вот оставить, прелесть. И зачем какая-то обвязка, что чем как-то вот мне, даже не то, что проще, а вот нарочито как будто так вот внимание обращать. Но мне же нужно здесь как-то все красивенько-красивенько вот эти вот штучки спрятать. Поэтому я сделаю обвязку. Ой, прям вот чем больше треплю, тем больше нравится. Так, ну что, вот я и поделилась своим новым процессом. Провяжу побольше, приложу к себе в делах вязальных, да, как обычно мы с вами встречаемся. Пока меня все более чем устраивает. Огромное спасибо за внимание, мой добрый зритель. И до новых встреч. А они обязательно будут. Огромное спасибо. Продолжение следует...